Псалом Обращение к Богу, мне казалось, всегда было послание к римлянам. Но прежде чем Мартин Лютер получил то знаменитое понимание из римлянам первой главы, что вера – это Божий дар и спасение только через веру, он оказывается со своими студентами изучил всю книгу Псалтырь, потом еще раз ее изучил. И потом при чтении посланий к римлянам он получил то великое утешение и откровение для своей души. И знаете, я хотел бы, чтобы и этот Псалом номер один послужил утешением и для всех вас. Этот Псалом является лейтмотивом всей книги и на еврейском книга Псалмов называется «Восхваление». И этот Псалом, он не случайно стоит в этой книге первым. И я знаю, что большинство из вас вы его читали и некоторые знаете даже наизусть. И я хотел бы, чтобы при разборе сегодняшнего Божьего Слова он послужил огромным утешением, а воистину в нем множество драгоценного утешения. Давайте будем его читать. Вы будете следить по синодальному переводу, а я буду читать вам септуагинты, то есть с греческого перевода. Блажен муж, который не пошел в совет нечестивых и на пути грешных не стал, и на сидении заразных не сел. Но в законе Господа желание его и в законе его будет упражняться день и ночь, и будет, как дерево, посаженное у выходов вод, которое плод свой даст во время свое, и который листь его не свернется. И все, сколько, если сделает успеется, не так нечестивые, не так. Но или словно пыль, которую изгоняет и ветер, вихрь от лица земли, из-за этого не возведут нечестивых в суде и негрешные в совете праведных. Потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Структура этого псалма очень проста. Блаженство тех, кто не пошел, и блаженство тех, кто пребывает в законе Господа. Какие блаженства приносит плод, живость, поддержку, и показывает конец нечестия, пыль, изгнание и кара, ветер. Конец грешных суд, а праведные оправданы словом. И, наконец, шестой стих. Господь знает конец как тех, так и других. Когда я впервые стал читать этот псалом, мне казалось, я знаю его так хорошо, что что же я могу здесь почерпнуть. Но при изучении этого псалма я удивился, как многого я не знал и как много может открыть этот псалом. Он, я вам скажу точно, не случайно поставлен здесь, в это начало. Надо сказать, что этот псалом, он не стоит одиноким, он имеет под собой второй, третий, четвертый и пятый псалом. То есть они соединены. На данный момент я изучил эти пять псалмов, и я понимаю, о чем идет речь, и я постараюсь вам объяснить. Но начнем мы с вами с первого слова, которое очень важно для понимания этого псалма. Блажен муж. Знаете, мы так часто говорим это слово блажен или благословен. Мы высказываем это блаженство. Иисус начинает Евангелие от Матфея, он говорит многократно блаженны. Блаженны. Что же означает понятие о блаженстве? Для нас это как будто пожелание счастья. Вы счастливы. Будьте счастливы. Но для иудеев это значило гораздо больше. А для греков еще больше. Я объясню вам почему. Это слово имеет множество значений в греческом языке. Представьте себе, когда мы русские говорим, я люблю, мы обращаемся, например, к любимому человеку. Я люблю тебя. Мы поем песню, я люблю тебя жизнь. Мы любим цветы, мы любим котят, мы любим Россию, мы любим еще что-то. Мы выражаем это все одним словом. У греков на это понятие любовь было четыре слова. И каждое было незаменимо. Например, для семейной любви, для семейной любви, семейных отношений было конкретное слово. Сторге. Для древнего мира. Сторге было святым. Это только в семье. Это очень крепко. Это нерушимо. Это любовь, которая навеки. Агапа – это вообще божественная любовь. Филио – это дружественная любовь. Вспомните, когда Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Он спрашивает, агапау ли ты меня, Петр? А Петр отвечает ему. У нас такие стоят, любишь ли? Люблю. А в греческом языке стоит филио. Я тебя только дружественной любовью. Я божественной не могу. Не спрашивай с меня больше. И все три раза он отвечает только так. Он говорит, я люблю тебя как друг. А Иисус спрашивает него о божественной. То есть значение греческих слов очень важно. И вот важно нам с вами понять, что же имеется в виду под словом блажен. У слова блажен, как вы уже поняли, тоже четыре. Всего четыре слова. Их я вам и процитирую. Первое слово это Макариус, второй Евдемон, третий Евтихий и четвертый Олбилос. Рассмотрим их значение и перевод. Евдемон. Вот когда говорят человек счастлив. У греков что это значило? Счастлив или блажен. Евдемон. С этим словом соединяется чисто языческое представление счастья. И суть его такова. О счастливом демоне, живущем в человеке и содействующем его счастью. То есть оно и состоит из двух слов. Ев, счастлив и демон. То есть демон, пребывающий в человеке и делающий его счастливым. То есть он такой счастливый, ходит и везде у него преуспевание, и везде у него все получается. Греки очень часто использовали это слово в своем языческом мире. Второе слово, оно встречается даже в Новом Завете, это Евтихий. Но там есть имя такое. Связано оно с понятием язычников о судьбе и случае. Вот очень часто люди говорят, что я, какое счастье, что я встретился с тобой. Какое счастье. Какое счастье. То есть какое блаженство. То есть они не говорят о Макариус. Они говорят о Евтихий. То есть счастливый случай. Мы как-то счастливо повстречались. И когда люди иногда говорят, я каким-то счастливым случаем уверовал. Евтихий просто. Но это не употребляется в Библии. Олбиос указывает преимущественно на внешнее счастье и мирское богатство. Очень многие они, например, приходят и говорят, я верую, но что-то Бог мне богатство как-то не отсыпает. Но ты имеешь в виду олбиос. Ты хочешь быть блаженным, но олбиос. И, наконец, четвертое слово – это Макариус. Оно указывает преимущественно на духовное счастье. Макариус соответствует еврейскому ашре или эшер, который означает преимущественно спасение. Например, впервые мы встречаем его в бытие, где сказано, что Ной обрел благодать перед Богом и был спасен. Он обрел благодать. Он был блажен. Что это значит? Ашре – спасение. То есть ты спасен. Причем какое это спасение? Вечное спасение. Это спасение, которое невозможно потерять, невозможно из твоей жизни вырвать. Это спасение, которое даруется тебе свыше. Таким образом, по словам «блаженный», если принимать во внимание греческие и еврейские слова, Макариус и Ашре подразумевают людей, которым уготовано вечное спасение и блаженство. Они обладают внутренними достоинствами, внутренним миром и счастьем здесь на земле. Это духовное счастье, которое даруется людям, уверовавшим уже здесь на земле. Никогда-то ты будешь блажен. Обратите внимание на построение этого стиха. «Блажен», «блажен», «не будешь блажен». Ты либо блажен, либо ты неблажен. Либо ты, Макариус, вот имя Макар, да, у нас блаженный, счастливый. Духовное благословение принадлежит такому человеку. Счастье в религиозном смысле. Ты счастлив, у тебя с Богом мир. Ты счастлив, Бог с тобой не воюет. Что здесь очень важно понимать? Что здесь очень важно понимать? И на самом деле, путь блаженства состоит только в двух вещах. Первое, первое, мы должны увидеть духовное разделение в этом псалме. Есть два пути. Путь верующих и путь безбожников. Путь верующих и путь безбожников. Кто блажен? Сразу же дается четкое определение. Кто блажен? Тот, кто избегает греха любой ценой. Это первый постулат блаженства. Обратите внимание на Евангелие от Матфея, пятую главу. Иисус сказал в третьем стихе, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженные аучащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженные чистые сердцами, ибо они Бога узрят. Блаженные миротворцы, ибо они наречены сынами Божьими. Макариус, изгнанные за правду, ибо их Царство Небесное. Макариус вы, когда будут поносить Игнатия всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Тогнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. То есть Макариус это тот, кто избегает греха любой ценой. Избегать греха любой ценой. Как мы должны помнить, Иосиф убежал от греха, так и мы должны от греха убегать. Мы не должны с ним сражаться, иди в него. Мы должны от него убегать. И второе, вторая ступень, которая тоже очень важна, и она очень проста. Необходимо пребывать в Божьем Слове. Необходимо пребывать в Божьем Слове. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Давайте посмотрим, как описаны грешники. Кого надо тут избегать-то? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании заразных. Первая категория, как описаны грешники, они не описаны здесь одним словом. Здесь описана ступень развращения грешников. Показана их развращенность. Ступеньки вниз. Ступеньки вниз. Первое слово, которое здесь используется. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Кто такие нечестивые? Нечестивые – это те, кто забывает Бога. Зло такие нечестивые совершают разово. Оно еще не вошло в привычку. Оно еще… Эти люди еще не привыкли ко злу. Они к нему только склонились. Когда мы говорим о нечестивых, нам кажется, это очень плохие люди. Нет, нечестивые – это те, которые еще только начали грешить. Те, которые только стали согрешать. Но обратите внимание, у нечестивых уже есть совет. Такие люди обычно собираются в стаи и что-то советуют. Вторая категория – это грешные. Это кто такие грешные? Те, кто сознательно нарушают Божьи заповеди. Они в шаге от того, чтобы стать лжеучителями и обольстителями душ. Грешные уже пошли дальше. Они уже оправдывают свой грех. Они уже открыто говорят о своих грехах. Они уже их не стыдятся. Они уже их оправдывают. Они говорят о том, что Бог не видит, Бог все равно не накажет. Таких людей было очень много в Священном Писании описано. Третья категория – это обольстители, развратные или заразные, как сказано в Септуагинте. Они одним своим присутствием заворожают всех вокруг. Блажен, кто избегает таких. Блажен, кто избегает глупцов, играющих с грехами. Грешников, оправдывающих себя. И заразных, цель которых своим присутствием заразить тебя таким грехом. То есть нам иногда кажется, что мы живем в таком мире, где мы уже все хорошо. Но блажен тот, который не ходит на совет нечестивых. Прежде чем ты пребудешь в Слове Божьем, тебе на самом деле надо отказаться от совета нечестивых, от пути грешных и от собрания развратителя. Друзья, когда я начал изучать этот Псалом, я думал о том, что это, наверное, связь с миром. Когда я ставил перед собой такой вопрос, а кто эти нечестивые? Кто это грешные? И кто это развратители? Кто это? Не в моей жизни, а в жизни Давида. Здесь написано, что это Псалом Давида. И к какому же ужасу я пришел, изучая второй, а особенно третий и четвертый Псалом. Когда я перешел к пятой, я увидел сердце Давида. Но сегодня я хотел бы вам показать, а кто эти? Кто эти люди? Где они существуют? Рядом с Давидом, где они? Важно вам понять, что евреи смотрели на мир не так, как смотрим мы. Совершенно по-другому. Мы для них язычники, мы тьма. Бросьте во тьму внешнюю, там плач и скрежет зубов. Это языческий мир. Они с ним вообще никак не сообщались. И вот эти люди, нечестивые, грешные и развратители, важно увидеть, оказалось при ближайшем рассмотрении. Посмотрите, третий Псалом. Псалом Давида, когда он бежал от Ависолома, сына своего. О ком он пишет? Это не Псалом просто радости. Он показывает и описывает это все в глубочайшем горе. Эти Псалмы написаны примерно в одно время. И он показывает. Его сын Ависолом поднялся на него. И показано, как он до этого состояния дошел. В начале он общался с нечестивыми, потом с грешными, а потом попал в собрание и развратителей. И что он сделал? Он поднял весь Израиль против своего отца. И третий Псалом – это Псалом агония, когда Давид должен бежать из Иерусалима, спасая, спасая не только себя, но всех от войны. Он с плачем переходит поток ядрон, как когда-то перейдет Иисус Христос. Он уведет всех. Если бы Иисуса взяли в Иерусалиме. Нет, он вышел туда, в Гефсиманию. Он был там один. Его должны были взять одного, чтобы и всех, кто ему был дан, никто не погиб. И так же, как Иисус Давид там плачет и молится в заступнической молитве, которая простирается к небесам. Но перед этим он раскрывает путь блаженства. Он показывает, как важно стоять на пути веры его сына. И Солом он будет мечтать только о видимом царстве. Он не будет мечтать о Боге. Он будет мечтать только о колесницах, только о власти, только о видимом. Но сердце Давида другое. Его сердце полностью подчинено Богу и Его Слову. И хотя Давид много и неправильно поступал, но его сердце сокрушенное. Он не встал на путь нечестия. Не встал на путь грешных. И он не стал заразным. Его сын таким станет. Его предшественник Саул тоже таким стал. Давид выделяется именно этим. Он отверг этот путь. И сатана всегда будет подсовывать нам этот путь. Всегда. Всегда будут подходить люди. Так называемые верующие. Которые будут пытаться с тебя сбить. С истинного пути. Поэтому мы должны понимать, что каждый из нас в ответственности за свою душу. Ты блажен, когда ты отвергаешь ложь. Ложь. Как же познать истину? Но в законе Господа, воля его. Это прежде всего говорит о желании. Как сказал один святой, такой человек верующий не под законом. Он в нем. Он свой для него. Закон не страшен ему. Он им дорожит, ценит, радуется, размышляет. Дни скорби он проводит в молитве. Дни радости в хвале. Знаете, никто из вас не минует дней скорби. Если вы блаженны, вы должны быть готовы, что в вашей жизни будут скорбные дни. И что вам делать в эти скорбные дни? В эти скорбные дни вы должны молиться. Вы должны пребывать в молитве. Должно вам молиться, сказал Иисус, и не унывать. Но будут и радостные дни. Что же делать тогда? Проводите в хвале Богу. Как потрясающе, когда есть церковь. Я всегда радуюсь, когда я иду в церковь, еду в церковь, присутствую в церкви. Почему? Потому что я знаю, что каждый из нас, собранный здесь вместе, несет утешение друг для друга. Я верующий более 20 лет. И всякий раз, когда я приходил, приползал, прибегал в церковь, я либо был утешением для кого-то, либо кто-то нес утешение мне. Потому что я был в собрании счастливых, блаженных людей. Я был в собрании Макариус. И если мне было плохо, я молился. Если мне было радостно, я хвалил Господа. И я надеюсь, что остаток своих дней я проведу на этом пути. Но на этом мой путь не оканчивался, как и ваш. Я не просто добежал сюда, но в законе Господа, воля Его. Я слышал много разных проповедей. И знаете, не было ни одной, которая была бы для меня ничтожной. Почему? Потому что, если звучит Божье слово в законе Господа, воля Его, воля Его, скажи Господи свою волю из своего Евангелия. Однажды одного проповедника спросили, почему ты ходишь в церковь в вашем городе, и ты уже старый совсем, и ты сам был долгие годы пастором, но в этой церкви совсем нет пищи, и проповедь плохая. И он говорит, мне очень понравились его слова, потому что я их говорю своим верующим в церкви. Вы должны быть как курица, которая ради одного зерна разгребает целую гору мусора. А если ничего не найдете, ну тогда хотя бы согреешь. То есть во время проповеди, иногда бывало это так, у пасторка, у меня бывают плохие проповеди, а бывают вообще ужасные. Потому что это так сложно объяснить Божье слово. И если вы получаете утешение, то только благодаря Божьему Духу. Потому что он чем-то вас да накормит. Я знаю, если вы пришли, ну лучше согрейтесь. А если зерно найдете, слава Господу. Потому что если вы слышите Божье слово, оно приводит вас либо к молитве, либо к хвале. Почему? Я всегда задавался вопросом, почему в законе Господа воля его? Почему он должен размышлять над ним день и ночь? И знаете, ответ просто парадоксален. Закон неизменен. Знаете, мои мысли переменчивые. То, как я думал, в 20 лет и в 40 лет совершенно по-другому. А закон Бога неизменен. Он не меняет своей воли. Его слово точно такое же. И это постоянное, постоянное Слово Божие изменяет меня. Если сегодня я не изменился, оно изменит меня завтра. Не завтра, так послезавтра. Второе, что я вижу в законе Божьем, он ведет меня не вниз, а вверх. Он ведет меня к свету. Третье, что я вижу, закон дарует радость. Он дарует радость для тех, кто понимает. И когда я еду, я иногда слушаю разные каналы в машине и очень мне нравится бизнес-радио. Знаете, я его слушаю чисто интуитивно и всегда завидую тем, кто понимает то, о чем там говорится. Когда люди там обсуждают, я понимаю. Люди, которые рассуждают, они, да, да, вы знаете, там проценты так выросли, сейчас понизились, вот сейчас. Я такой думаю, вот ведь понимают, вот интересно. И я такой думаю, я ничего в этом не понимаю. Но большинство неверующих, когда мы говорим о Божьем Слове, они вообще ничего не понимают. А вы понимаете. И ваша радость возрастает. Радость возрастает от того, что вы понимаете. Бог не сделал это тайным, Он открывает это для вас. Он несет эту радость больше, больше и больше. Как и что нам делать для этого блаженства? Подумайте о том, желаете ли вы закона Божьего всем своим сердцем? Изучаете ли вы его? Является ли Слово Божье вашим другом и спутником? Если нет, то блаженство вам не принадлежит. Его надо взыскать и держать крепко. Знаете, я в своей жизни пережил много разных периодов духовной жизни. Но самый счастливый был тот, когда я понял, утешение приносит именно Божье Слово. Потому что оно неизменно. Потому что оно Бога духовенна. Потому что оно вечно. Потому что Бог бдит над Ним. Потому что оно обязательно исполнится. И потому что только благодаря этому Слову я спасен. И я схватился за Него. и стараюсь держаться всей своей душой. Людей, которые держатся за Слово, очень легко узнать. Когда им трудно, они молятся. Но даже в своих трудностях они несут невыносимое для грешника обличение, а для верующего невыносимую радость. Они просто являются светом. Неспроста Иисус сказал «Сеятель семя сеет, и семя есть Слово Божие. И оно посеяно в каждом из нас. И дай Бог, чтобы оно принесло в вашей жизни много плода. Много хорошего духовного плода». В третьем стихе объясняется или дается сравнение с верующим. Мне очень нравится это. Дерево посаженное. А буквально в греческом переводе дерево пересаженное у потоков вод. Это главное слово в этом Псалме. Главное слово благодати. Бог взял вас из сухой земли и посадил к источникам вод. Слава Господу! Вы просто взяты и пересажены. Бог не повел к вам воды. Он взял вас и пересадил. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы Его. Это говорит, что Его трогать нельзя. К вам нельзя прикасаться. Почему? Вы пересажены. Враг, москит, мошка, никто не может вас коснуться. Вы Его! Познал Господь своих. Познал Господь своих. Он взял и пересадил тебя. Пересадил тебя. Куда? К источникам вод. При потоках вод. Обратите внимание на это слово. Не при потоке. при потоках. Как мы иногда легкомысленно думаем, что, глядя на видимое, вроде бы одни потоки жизни, в жизни нашей иссякают. Но Бог посадил вас не при потоке, а при потоках. Одни сякнут, другие придут. В каждом периоде разные потоки. При потоках эти потоки не зависят от тебя. Они зависят от Божьей благодати и милости. Верующий никогда не будет сухим. Почему? Потому что ты его, ты при потоках вод. Это пустыня. Посмотрите на Израиль. Если там, в этом солнце нет воды, там все высохнет. Все высохнет. И Бог пересадил тебя, дорогой верующий брат или сестра, при потоках вод. Ты блажен. посмотрите сколько скорбей у Давида. Но он говорит я у потоков вод. Я у потоков вод. Что же это значит? Который приносит плод свой во время свое. Знаете, как здорово, что нет кислых незрелых плодов. Кто из вас когда-нибудь ел маленькие такие яблочки, дички? Поднимите руку. Кто в жизни? Вот помните, в моем детстве мы все ели. Итак, а сейчас поднимите руки, кто в этом году ел такие яблоки? Раз, два. Два. Знаете почему? Сейчас в магазинах полно зрелых яблок? зимой, весной, в любое время года, в нашем детстве. Если ты хотел полакомиться яблоками, ты шел. Я помню бабушек, которые шли и вот эти дикие яблони обрывали, мы все парни ели вот эту зелень, неважно вызрело, не вызрело, кисло, уже вкусно. Вот я не видел ни одного, ни одного, чтобы в этом году шли и так и счастливы. Вот тебе кривит, я помню, мы сидим с другом и кривимся и едем, кто больше съест? И такие счастливые, но кривые. И бабушки выходят, ну что, мальчики, будем в карты играть? Ну у нас бабушки, они были обучающими мастерами игры в дурака, то есть они говорят, садитесь, кто проигрывает, срывает нам яблоки, вон те сверху. И мы вот играли и учились, но сегодня никто уже не играет в такие игры, и яблоки такие не ест. И заметьте, что верующие иногда, вот мы смотрим на себя, и мы как бы вот еще кисловаты. Я помню, однажды у нас одна яблоня такая была во дворе, и эта яблоня, она как бы за заборчиком была, и до осени ее никто не обобрал. И потом ударил морозец, и вот тогда эти ягодки были вообще сладкие, но никто на остальных яблонях такого вообще не терпел. Но вы посмотрите, сегодня ведь никто из вас такие яблоки вообще не ест. Точно так же и Бог, Он дает нам всем вызреть, и Он знает наше время. Мы так нетерпеливы. Дереву надо просто быть у потоков вод, быть в покое, быть в безопасности. Вы в безопасности Божьей. Если вы отвергли нечестивых, если вы в Божьем Слове, вы наливаетесь, вы принесете плоды. Человек, пребывающий в Божьем Слове, во время скорби приносит плод терпения, а в час испытания плод веры. В дни благополучия плод священной радости. Знаете, помните всегда, в вашей жизни будут разные периоды жизни. Цените их, замечайте их. Плоды должны быть своевременными, я помню, как только мы посадили одну настоящую яблоню у своих родителей, и она расцвела, и первые три цветочка дали, и мы с сестрой все ходили и хотели попробовать на вкус эти яблоки. Мы ходили, 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 когда соседский парень просто не пришел и не сказал, знаете, яблоки у вас кислые. Мы, конечно, за ним долго бегали, его сильно гоняли, но он сорвал эти три плода, и мы целый год думали, что на нашей яблоне какая кислятина растет, и опять родители купили не то дерево, потому что как у писателя О. Генри, какие-то мошенники нам казалось, продали нам какую-то дичку, но на следующий год, когда мы уже забыли об этом всем, яблоня подросла, цветов стало больше, и к осени мы вдруг увидели, что, Боже мой, плоды-то, сколько они прекрасны, свои домашние яблоки, они вызрели, и мы увидели, какое же важное время сорвать их своевременно. Обратите внимание следующее, что говорит Давид, лист которого не вянет. Мне особо нравится этот стих, потому что, знаете, иногда плоды есть, а листьев нет. О чем это говорит стих? Это красота верующего. Он не жухнет, он свеж, несмотря на горести, на горести его корни питают и плоды, и листья. Его жизнь, доброта останется в памяти поколений. Знаете, сегодня, когда я общаюсь очень часто, или встречаюсь просто с людьми более зрелыми, чем я, с неверующими особенно, когда я сталкиваюсь в каких-то местах, я так думаю, какое впечатление они оставят о себе своим детям и внукам. В моем детстве казалось, что бабушки были самыми благородными созданиями на свете. добрыми и какими-то почтительными воспитаниями никогда не жаловались. Они все пережили войну и никогда не слышал стона у них о том, что пенсии не хватает и еще чего-то. Они были благороднейшими созданиями. Я такой думаю, как они выжили, потеряв своих мужей, как они выстояли. И сегодня, когда я сталкиваюсь, и бабушки говорят так, чтобы сапожники бледнели, я такой думаю, Боже мой, какое последствие оставят они в памяти своих внуков и правнуков. Обратите внимание, что мы, как верующие, мы оставляем память о себе для следующих поколений. Каким запомнят вас ваши дети и внуки, вас верующих. Будут ли помнить вас свежим или только бубнящим? Сейчас молодые, а не такие бубнилки. Ой, как плохо жить у меня iPhone 6 и 8. Ой, у меня Apple жизнь плохая. У меня тоже есть яблоко. жизнь плохая, кислая, белая. Подумайте о тех, кто жили до вас. Верующие, которые жили 30-40 лет назад, они страдали за веру и были радостными, несмотря на ни на что. Радуйтесь и вы, а помните, что у вас там в корнях текут потоки воды и они дают вам жизнь. Они дают вам жизнь. Только отвергните путь нечести, прибудьте в слове и вы почувствуете, как вы нальетесь силой, когда вы будете смотреть на мир Божьими глазами. Вы Макариус, вы блаженны. Лис, которого не вянет, красота верующего, не жухнет, он свеж, несмотря на горести. И все, сколько, если сделается, успеется. Блажен, кому даны такие обетования. Знаете, несмотря на то, что у нас бывают трудности, и мы иногда говорим, все это на меня, у каждого из нас будут трудные дни. Вы должны быть готовы. Не будьте такими, что, о, трудность пришла. Вы готовитесь к трудности столкнуться с вами и разобьются от вас. Вы дом, который построен на камне. Вода, реки, ветры, они должны разбиться о вас. Ваш дом, крепость, должен устоять, потому что он построен на Слове Божьем. Вы непобедимы, потому что Бог с вами, Его Слово в вашей жизни, оно утешение для вас. Дух Святой питает это Слово и поддерживает вас. И когда тучи, горести летят, вы стоите, вы тысячелетие выстоите. Нет такой горести и трудности, которая вас сломит. И если даже что-то обломится, Бог даст силы восстановиться. Никто не сказал, что вы будете без потерь. Никто не сказал, что ветра не будут дуть. Но знайте, от этого вы станете только крепче. Самые красивые деревья, которые выбирают столеры для своих вечных изделий, они не выбирают из каких-то долин, они идут в горы, они выбирают те деревья, которые рвали, метали ветра, которые искривлены. Почему? Потому что когда из таких деревьев что-то делается, оно не может сломаться, переломиться, как мебель из икеи. Почему? Потому что это настоящее дерево. Вы настоящее дерево, посаженное Богом. И каждый, кто читал первый псалом, он всегда понимал это дерево, он всегда понимал эту смоковницу, которая стоит, и которая плодоносит не одно поколение. Посмотрите, как помнят Давида, посмотрите, как помнят Моисея, подумайте, вас будут помнить также. Каково же состояние нечестивцев, в четвертом стихе описаны они. Знаете, в нашем переводе, обратите внимание, не так нечестивые, но в в греческом написано двойное, не так нечестивые, не так. Когда в Библии идет двойное подтверждение или двойное отрицание, это делается ударением, что нечестивые никакого плода, никакой свежести в жизни своей не имеют. Все доброе не относится к ним. Все, что обращено к праведникам, им недоступно. проклятие подтверждается дважды. Отметим, что нечестивым, которые только новички в грехе, им двойное проклятие, что же до грешных и заразных их судьба еще трагичная. Какие они эти нечестивцы? Что значит их грех? Они бесполезны, они мертвы, никчемны, они лишены ветра, они ветром носимые, они легкие. Знаете, большинство верующих не думает о том, что они должны быть весомые. Вспомните, один царь, он взял сосуды из Дома Божьего и играл и веселился с ними. Очень многие веселятся и играют с Божьим Словом, веселятся и играют с Божьими атрибутами, забывая об этой истории, когда вдруг вышла рука и было написано «Мене-мене-мене-теколу портил». Ты найден слишком легким. Ваша жизнь зависит от веса. Нечестивая прах, в них нет даже Духа Божьего, а не прах. Мы все из праха взяты, но верующие благодаря Божьему Слову и отвержению нечестия, они приобретают эту налитость, они приобретают корни, они приобретают силу от Господа. Они возметаемы ветром, легко летят они в преисподнюю, в них нет тяжести, чтобы сопротивляться, их участь истребления. В пятом стихе показано, что они станут на суд, но не для оправдания. Страх овладеет ими, они обратятся в бегство, им нечего сказать свою защиту, они покрыты презрением. Один великий святой сказал, пусть же святые возжаждут небес, ибо там нет ни одного злодея. На земле мы смешанное общество, пшеница и плевелы, жемчужины и галька, на небе не будет ни одной невозрожденной души. Грешники не могут жить на небесах, они чувствовали бы себя там не в своей тарелке. Скорее, рыба сможет жить на дереве, чем нечестивец в раю. Небеса для нераскаянного человека были бы нестерпимее ада, но такой чести ему не будет. Да дарует нам Бог имя и обитель в чертогах небесных. Шестой стих звучит просто потрясающе. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Обратите внимание, Бог знает ваш путь. Если путь нечестивых погибнет, Бог знает не вас, Он знает даже ваш путь. Он все вас знает. Путь нечестивых погибнет, а Он знает даже вашу дорогу. И даже если там чма и мрак, Он знает ваш путь. Он знает все ваши волосы наперечет. И даже его испытания несут свое очищение. Виов 23 главе 10 стихе сказано «Но Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Знаете, испытания в жизни только очищают тебя. Если ты его, его испытания, они несут величайшее очищение для тебя. Каждый из вас, кто прошел испытания знает, они очистили тебя, ты стал чище. Каждый, кто в испытаниях молится, поскорее бы закончилось. Друг, Бог знает это время, потому потому что его испытания несут очищение. Какая радость, когда вы очищены. Какая радость, когда вы очищены. Вы понимаете, Господи, спасибо тебе за это. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Посмотрите на путь Давида. Посмотрите на его жизнь. Он непростой человек, но он человек по сердцу Бога. Если Саул был выше всех на голову в Израиле, был красавцем, и он по языческим меркам, он и должен быть вождем. И так его и поставили. Но он никогда не искал Бога. Давид, даже когда его никто не видел, там у своих овец, он славил Господа, он пел ему свои песни. Даже тогда, когда он не был царем. И даже тогда, когда он стал, он продолжал петь. И даже когда он упал, он продолжал петь. И именно он воззапил Духа Твоего Святого. Нет, не меет меня. И когда в скорбях Ависалом начнет его гнать, он будет спасать народ, защищая от войны, от разделения. Он уводит, он уводит всех от бойни, от междоусобицы. Он уводит, он уводит. И Ависалом тоже не искал Бога. Как Саул, они искали видимого царства, а он искал небесного. Как Давид зависел от Бога в своих несовершенствах. А путь нечестивых, что с ним? А он погибнет. Обратите внимание, не только нечестивые погибнут, но и их путь. Те, кто с Богом будут в вечности. А путь нечестия короток и плачевен. Один проповедник написал, комментируя это местописание, праведник высекает свое имя на камне, нечестивый пишет его на песке. Знаете, почему вам иногда трудно в жизни? Вы трудитесь на камне, вы высекаете свое имя там, где никто никогда не высекал. Вы высекаете свое имя. Мои дети в этом году были в лагере летом в Тинмишинсе в Курганской области. Их там распределяли по разным деревням. Они ходили и проповедовали. И мои племянники, они были в одном селе, и они говорят, мы были там у бабушки и у дедушки, называли их по имени и отчеству. Они были такими благословенными, они всю жизнь верующие были в советское время. Они так повлияли на нас, мы хотим, чтобы когда мы были в их возрасте, мы хотим походить на них от той доброты, которая у них пока в нас нет. Они говорили это с таким искренним сердцем. И когда я увидел их жизнь, как она изменилась после встречи с такими людьми, знаете, я желаю и вам быть кем-то для кого-то, чтобы кто-то когда-то вас увидел, и он сказал, знаете, я хотел бы когда-то быть похожим, а ведь они тоже высекали своими людьми. Наш путь труден, но не бесполезен, он не исчезнет. Знаете, когда-то я служил в армии, то, что меня поразило в армии, это множество бесполезного труда. Вот, знаете, я так счастлив, что когда я уверовал, бесполезность ушла. Все, что мы делаем для Бога, не бесполезно. Пастор Виктор, Ваш труд не бесполезен, хотя враг будет говорить нам очень часто о этом. Ни одна слеза не пропадет зря, ни одна молитва не уйдет в пустоту. Труд, который мы делаем навечно. У нечестивца нет ничего, потому что прах не оставляет следа. Дело его сгорит, забудется и исчезнет. И пусть они строят Титаник, он утонет, но даже останки ковчега будут говорить громче башни Вавилона. Наши слезы не уйдут в песок. Наше дело войдет в его радость. Тьма отступит и даже путь нас не будет тщетен. Как сказал один великий проповедник, да очистит наши сердца Господь и наш путь, дабы избежали мы участи нечестивых и насладились блаженством праведных. Аминь. Небесный Отец, я прошу Тебя, утверди нас на пути правды. Дай нам отвергнуть совет нечестивых, не стоять на пути грешных и не быть собранием развратителей. Дай нам полюбить Твой закон и размышлять о нем день и ночь. Дай нам помнить Твои слова, которые Ты сказал. Дай нам помнить то дело, которое Ты совершил. Не дай нам слушать голос сатаны. Дай нам доверять Твоему Евангелию. помоги каждому, кто устал, каждому, кто изнемог, каждому, кто пустошен. Дай высекать Тво имя и трудиться над этой работой. Помоги, помоги каждому из нас, Господь, быть верными в малом. Ведь Ты перенес нас, Ты пересадил нас, Господи, к потокам вод. Ты пересадил нас из пустыни, нас, дабы мы приносили плод свой во время свое, дабы лист нас сневял, дабы во всем, что мы не делали, успели. Господи, и дай нам помнить, что под нами Твои потоки, потоки благословений. Ты хранишь свой народ, Ты хранишь свою церковь. Слава Тебе и хвала, слава Тебе и благодарение за благость и милость Твою. Слава Тебе за то восхваление, которое дарует первый псалом. Дай нам помнить его всю свою жизнь, дай нам помнить, что с этого начинается восхваление Тебя великий Господь и Бог наш. Дай нам восхвалять Тебя, дай нам помнить, что труд не тщетен, дай нам помнить, Господи, дай нам помнить о Нем, дабы имя Твое было возвеличено и прославлено в веках на этом месте. Спасибо Тебе, Господь, за Твую благодать и милостью. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе,